Привет всем моим зрителям! Никак не могу подобрать освещение в квартире, на улице так темно. Зима у нас практически пришла. Середина ноября и... Не минусовая, но такая нулевая температура. Но осень нас порадовала, конечно, в этом году. Так что жаловаться не будет. Бархатная была, очень теплая. Вот. Сегодня буду раскрывать тему о том, как самому найти квартиру по приезду. Почему я решила ну, наверное, еще раз поговорить об этом, потому что очень многие мне пишут. Задают вопросы, напишите алгоритм поиска квартиры. Ну, то есть, многие боятся, как сами, может быть, все-таки обратиться в агентство. Ну, мое личное мнение, что ничего в этом абсолютно сложного нету. и не надо обращаться в агентство. Во-первых, также задают вопросы, существует ли обман. То есть, очень многие мне пишут о том, что слышали где-то там, что снимают квартиры, и потом, оказывается, через какое-то время приходит настоящий владелец этой квартиры, ну, и, соответственно, выясняют и куча проблем. Вот честно, именно на опыте от знакомых каких-то, вообще какие-то слухи, ни разу такого тут не встречала. То есть, мое личное мнение, что если даже такое вдруг и бывало, то это, наверное, с теми, кто через посредников искал себе квартиру. Поэтому не могу точно сказать такую информацию, есть такое тут или нет, но лично я вот ни разу не слышала такого случая. Так вот, как самому найти квартиру? Начнем с того, что, наверное, все-таки вы уже приехали сюда, в Польшу. И потому что дистанционно найти квартиру тяжело в плане того, что вам нужно звонить, созваниваться. Очень редко кто будет вам отвечать на сообщения, даже вплоть до того, что в объявлении пишется, прошу не писать, прошу только звонить. Вот. И во-вторых, естественно, квартиры уходят, расхватывают быстро, поэтому долго рынок не стоит. смысл искать заранее не вижу. Соответственно, то есть, по приезду есть много сайтов. Я оставлю в описании ссылочки на эти сайты. Это такие сайты, там, Град КПЛ, Гам3, Отодом, ОЛХ. Мне лично больше всего нравится Отодом. Это сайт, именно, ну, кажется, есть и приложение. Ну, и ОЛХ ПЛ-приложение, у меня оно в телефоне есть, как бы, я постоянно им пользуюсь, и оно вам тоже пригодится, поэтому можете его сразу себе устанавливать. Вот. И будьте готовы к тому, что, допустим, вы себе там определили, там, какая ценовая политика в поиске вашей квартиры будет, определились район, да, то есть, сужайте немного круг своих требований, потому что эти объявления, их может быть очень много казаться на этих сайтах, но когда вы начинаете прозванивать, больше 50% из этих объявлений, они уже либо, ну, либо сданы квартиры, либо просто неактуальны, либо могут, могут, может быть такой вариант, что услышав акцент, либо иностранную речь, или еще что-то типа такого, ну, почувствовать, что это не поляки, могут и положить трубку, могут сказать, что мы рассматриваем вариант только поляков, иностранцев не принимаем, то есть, все это может быть, поэтому, вот серьезно, около даже 70% этих объявлений, они могут для вас аннулироваться, поэтому как можно больше собирайте таких вариантов, не так давно я помогала там двум семьям искать квартиры, и мне они, так как они не знали польского языка, попросили меня, скидывали просто перечень целый, там 15-20 объявлений, из них договаривались на встречу только 2-3, допустим, да, остальные либо и трубку не брали, и неактуальны были, ну, и причины я уже указывала, вот, и опять же, также, даже из тех, что вы просмотрите объявления, могут быть те, которые вам не понравятся, допустим, на картинке одно, приходите смотреть, видите что-то совершенно другое, вам не понравилось, или район, месторасположение, то есть, не факт, что даже если хозяева на все согласны, как бы, и цена вам подходит, и все, но может быть, что-то вам не подойти во время просмотра уже, поэтому как можно больше, то есть, первый мой совет это то, что ищите и выбирайте как можно больше этих объявлений, как можно больше квартир, примерно по вашему запросу соответствующий, вот, и, ну, естественно, у вас должна быть уже карточка польская в телефоне, сим-карта, да, чтобы, чтобы можно было совершать спокойно телефонные звонки, и, когда будете даже эту карточку покупать, обратите внимание на количество минут на другие операторы, например, бесплатные это минуты, то есть, выберите такой тарифный план, что вам, возможно, нужно будет звонить на городские телефоны, и, соответственно, на другие операторы, потому что часто это может быть невыгодно, поэтому вот выберите такой тарифный план себе, вот, и следующий мой совет, первое, что вы, ну, поздоровались там, да, и первое, что вы спрашиваете, это вы агентство или хозяин, это очень важно, потому что часто даже в объявлении пишется, что это хозяин, звоните, оказывается, это агентство, то есть, прямо не стесняясь, здрасте, а вы владелец или там агентство, ну, вам правду скажут, никто врать не будет, либо был у меня такой случай, девушка говорила, сразу говорит, а какая конкретно квартира там, в таком-то районе вас интересует, то есть, ну, было понятно, что это агентство, хоть она не признавалась, я говорю, ну, у вас много квартир, да, 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 есть много квартир, ну, ясно было, что это агентство, вот, имейте дело только с хозяином, дальше, тоже не рассчитывайте, что сразу же через 2-3 часа вы сможете посмотреть квартиру, потому что, соответственно, люди на работе, они договариваются в основном либо вечером, либо на выходных, а часто вечером у них уже в этот день уже есть просмотры, поэтому, соответственно, часто такое бывает, что вам назначат встречу только на следующий день, вечером, например, либо там выходной день, мы даже лично, когда искали квартиру, бывало такое, что на выходных забито просмотрами было, ну, я поняла, что на выходных кто-то да и снимет эту квартиру, даже бесполезно было договариваться дальше, ну, вот так вот, то есть узнали, что это хозяин, договаривайтесь о встрече, договорились о встрече, пришли смотреть квартиру, естественно, оговорите моменты оплаты, в плане, чтобы, допустим, есть основная сумма, это аренда квартиры, ну, например, я там говорю, 2000 злотых, часто в объявлениях пишется плюс додутковый чинж, додутковый чинж, это дополнительные сборы на административное обслуживание, допустим, дома, там охрана, там вывоз мусора и тому подобное, и в эти чинжи входит отопление и вода, ну, вот часто такое есть, бывают такие случаи, что вода отдельно считается, но в основном это все входит в эти чинжи, соответственно, отдельно вам нужно будет платить только, допустим, за свет, ну, если есть в доме газ. Это все нужно очень оговаривать, потому что зачастую, ну, не зачастую, но бывает такое, что не пишут это в объявлении, лично мы даже с этим столкнулись, то есть мы, когда переезжали на вторую квартирную, где мы сейчас живем, в объявлении не было указано про чинжи, и, соответственно, мы пришли, и для нас был шок, что чинж, это еще дополнительно было 600 злотых, но мы сторговались, конечно же, вдвое меньше, но, как бы там ни было, это, ну, на это никто не рассчитывал, правильно? Поэтому это нужно оговаривать, даже, может быть, и по телефону, может быть, стоит спросить, входит ли, как бы, дополнительные какие-то оплаты, и как оплачиваются коммунальные платежи, можно и по телефону, но можно и очно, потому что, естественно, очно, если вы там понравитесь хозяевам, то они, может быть, какую-то скидочку вам и сделают. Торговаться можно, кстати. Дальше. И многие очень задают нам вопрос, ну, мне вопрос задают о том, что стоит ли в договоре прописывать какие-то ущербы, которые уже есть в квартире, ну, где-то там полученная краска, допустим, там, или побитая, там, я не знаю, мебель какая-то. Ну, я вам так хочу сказать, что, наверное, у нас, у нас просто на этом могут в Украине нажиться, и потом потребовать с квартирантов какие-то там деньги, и, наверное, потому этот вопрос очень актуальный для нас, но мы даже, когда снимали нашу самую первую квартиру тут, то очень скрипя зубами, ну, я попыталась спросить это у хозяина, стоит ли нам это прописать, потому что у нас на той квартире были какие-то там дефекты, допустим, и он на меня такими глазами посмотрел, ну, шок у него был, хотите, конечно, можем это, ну, как бы, он не понимал, в общем, в таком рассеянии был, не понимал, зачем это делать, мы все на доверии, как бы, все нормально, о них тоже ничего не говорит, ну, и мы поняли, что это немного некрасиво так было, и поэтому мы не прописывали это, и когда мы оттуда выселялись, то никто вообще не ходил и не проверял там каждую там царапинку, хотя у нас, честно говоря, стены были очень там после нас, мы, Вера очень много на двухсторонний, скотч клеила всего на стены, и оно оставалось, мы пытались счесать это, но не сильно получилось, ну, в общем, ну, то есть, это дело, конечно, ваше, но лично я поняла, что это не очень так прилично и культурно такое спрашивать, поэтому, ну, конечно, может быть такое, что сам хозяин это скажет, то естественно, потому что, вот даже я вспоминаю, мы когда искали квартиру, у нас один раз попался такой хозяин, который, договор у него был, аренды, на 15 страниц, наверное, в этом договоре аренды было указано все, как пользоваться телевизором, как кранами пользоваться и тому подобное, ну, в общем, очень щепетильный, мелочный такой, и, честно говоря, потом я говорила, слава богу, что отвела нас дорога от него, и не сняли мы ту квартиру, потому что я себе представляла, что он каждый месяц будет приходить и пыль протирать, проверять пыль пальцев, вот так, как ревизор, ну, в общем, есть, наверное, это все зависит от людей, но из тех, из того окружения, что мы, как бы, сталкиваемся, в основном, хозяева хотят, как бы, чтобы лучше тебе было, чтобы лучше квартиранту было, чтобы ты тут себя чувствовал комфортно, жил спокойно, и поэтому какие-то такие моменты описывать, оговаривать, как себя вести, как пользоваться чем-то, это как бы в ущерб твоих личных прав там, вот, ну, и что дальше, ну, в общем, посмотрели вы квартиру, вам все понравилось, в договоре, самые основные моменты, это смотрите, до какого числа вам нужно оплачивать, потому что не любят они, когда просрочка идет, то есть, если у вас там написано, там до первого числа, или там до десятого числа пооплачивать, то нужно оплачивать до этого времени, естественно, там вплоть до того, что в договоре написано, иначе будет какой-то штраф, ну, тут уже как повезет, будет ли такое или нет, не знаю, также будет прописано, раз в какой период оплачивается, например, там электричество, или интернет, или еще что-то такое, у нас, допустим, написано, что каждый месяц мы платим за интернет, и раз в два месяца приходят счета по свету, мы их оплачиваем, в договоре также будет написано, сама оплата за квартиру, и отдельный чинж, сколько составляет сумма, дополнительно до этого сбора, также кауция, кауция это залог, который вы вносите изначально, заехав в квартиру, и когда вы будете выезжать, если все нормально, то вам эту кауцию возвращают, в этой, в этом договоре это тоже прописано, то есть какая сумма кауции, и при каких условиях, как бы она может не отдастся, и какие, например, могут быть условия, это то, что, например, договор прописан на два года, а вы вдруг через год решили съехать, это повод хозяина квартиры не вернуть вам кауцию, правда. Нам повезло, что у нас первый договор был на неопределенный срок, они у нас очень далеко жили от Варшавы, и поэтому, чтобы не ездить второй раз, они как бы сделали вот так вот, на неопределенный срок, мы года там не прожили, мы прожили там месяцев 10, и если бы у нас было прописано в договоре, что мы должны год там прожить, то нам бы не вернули кауция, а так нам вернули, и люди, которые заселились после нас туда, наши знакомые, им уже не прописали на два года, себя немного перестраховать. Вот, и что еще? А, и в этом же договоре по поводу выезда тоже написано, что вы обязаны, например, за месяц предупредить о том, что вы будете выезжать. То есть, опять же, нарушив это правило, вам тоже могут не вернуть залог. Ну, вот, в принципе, рассказала, да, я поэтапно, как это все происходит, заключили договор, ну, и опять же, это все на словах, там потом договариваетесь, когда вам вселиться, как оплачивать, обычно в договоре написано, там номер счета, на какой вам нужно пересылать деньги. В основном, это все официально, потому что они регистрируют свои квартиры, которые предназначены под аренду, в Ужонде платят какой-то процент, поэтому это обычно, наличка, я не слышала такого, чтобы платить наличкой за квартиру, обычно перевод на банковский счет, вот. И, если вы сразу, допустим, увидели, что вам в квартире что-то не устраивает, не стесняйтесь спросить чего-то. Например, мы, когда первую квартиру смотрели, мы сразу сказали, что нам одной двухспальной кровати мало, нам нужен какой-то диван. Нам купили диван. Потом, со временем у нас там с холодильником были проблемы, мы тоже сказали, что вот такие-то проблемы, вызвали мастер, мастер посмотрел, сказал, что нужно поменять холодильник, нам купили новый холодильник. В этой другой квартире мы пришли, посмотрели, нам все устраивало, единственное, что дверцы раздвижного шкафа, они шатались, и вообще очень опасно стояли, вот-вот, будто выпадут оттуда. Мы это тоже, как бы, видно было, что мы переживали об этом, хозяин вообще без проблем пришел, даже не то, что там ремонт, новые двери за 700 злотых поставили, без проблем. У нас огородик тут есть, мы на партере живем, и хозяйка тоже сказала, выделите какую-то там сумму, 300 злотых, для того, чтобы облагоустроить огородик, там траву посадить, что надо, берите. знаю тоже историю, что не хватало там кровати, не хватало какого-то стола письменного, или еще что-то, это тоже сразу можете оговаривать, что вам это необходимо, и обычно хозяева без проблем идут навстречу, и предоставляют это вам. Либо просят, чтобы вы, допустим, купили, и за счет, мы на той квартире, у нас вообще мой ремонт пола был, такой недешевый, там паркет такой же был старый, очень старый, подертый, и хозяйка тут очень много лет не была, только муж ее приезжал, и я сфотографировала ей, и она сама в шоке была, и как бы больше, то есть около 3000 злотых вышла реставрация этого пола, и ну как бы оплатили, это все в их же интересах было, чтобы следующие квартиранты после нас не ужаснулись этому, правильно? Вот, ну вот, все вроде бы раскрыло эту тему, то есть не бояться искать самому квартиру, это самый главный мой совет, то есть ничего вообще тут сложного, страшного нет, просто будьте готовы, что за два дня вы не найдете квартиру, это все равно дней пять понадобится, потому что я же говорю, что даты визита оттягиваются постоянно, потому что люди заняты, или уже договорились, как можно больше звоните, не бойтесь то, что если, допустим, языка вы не знаете, мы тоже приехали, не знали, я фразы выписала себе на листике, и с этими фразами, не заученными, я даже читала эти фразы, говорила, кто-то на английском готов разговаривать, если вы знаете, то есть проблемы как таковой нету, и посредники, я считаю, что более небезопасно связываться, как по мне, с посредниками, еще и потом им платить такую же сумму, если я не ошибаюсь, сто процентов от той же суммы, что вы будете снимать квартиру, поэтому это дорогое удовольствие. Если я что-то забыла упомянуть, естественно, задавайте мне вопросы, с удовольствием отвечу. Надеюсь, я раскрыла хорошо эту тему, и удачи всем в поиске квартир. Продолжение следует...